В марте наступает время посадки на рассаду овощных культур, перцев, томатов, баклажанов. А мы сегодня в нашем саду посеем на рассаду жимолость. Этот ягодный кустарник пока не очень распространен в наших садах. Между тем, новейшие сорта современной селекции имеют поразительные качества. Однако найти саженцы жимолости не так просто, стоят они прилично. И поэтому мы советуем попробовать вам вырастить их из семян. Тем более, что это совсем не сложно с советами нашего агронома. Жимолость известная ягода. И мы привыкли ее высаживать саженцами. Посев жимолости ничем не отличается от посева томатов. И сейчас я вам об этом расскажу. Для того, чтобы посадить жимолость семенами, нам понадобится земля, торф и перегной. То есть эти грунты мы готовим с осени. Жимолость можно посадить в любой контейнер, который у вас есть дома. Мы высаживаем его в подевятку. Готовим почвосмесь. У нас заранее добавлено в землю перегной. Сейчас я добавляю торф. Соотношение почвы грунтов – это 5 частей земли, 2 части перегноя и 2 части торфа. Приготовленный грунт мы насыпаем в наш контейнер. Заполняем его, чтобы он был полный. Все, контейнер готов к посадке. Семена высаживаются неглубоко. Делаем небольшие бороздочки и сеем. Если мы посадим их очень глубоко, у них не будет силы подняться. Поэтому должно быть 0,3 см для посадки. Слегка их припорошили земелькой, нашим почвогрунтом. Наш контейнер готов. Сейчас мы поливаем, укрываем его пленочкой и ставим в теплое место. Для того, чтобы семена напитались влагой и начали появляться всходы. Всходы появляются на третьей, четвертой, пятой неделе. Поэтому не пугайтесь. Они всходят гораздо дольше, нежели другие какие-то культуры. Поэтому ждем наших всходов. Дождавшись всходов наших семян, мы ждем появления третьего настоящего листка. И только после этого мы начинаем пикировку. Пикировка рассады жимолости абсолютно идентична пикировке рассады томатов. С помощью таких нехитрых советов вы получите здоровые и крепкие саженцы этой полезной, очень вкусной ягоды жимолости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!